Милость, милость Господа над нами, милость на народ Твой Израиль, милость И на весе рушала им милость, милость Я буду говорить об антисемитизме в церкви, в истории церкви И мы можем посмотреть на статистику И статистика, она, знаете, неудобна тем, что она состоит из цифр Определенные цифры, которые имеют определенную последовательность И уже когда она выстраивается в ряд, ты можешь увидеть то, что стоит за этими цифрами И ты понимаешь, что рост этих цифр или уменьшение имеет определенную какую-то специфику Почему-то это было, например, пришла эпидемия гриппа И выросла уровень заболевания на Украине, например, вырос график болезни Люди заболели, мы понимаем, что была эпидемия Или, например, наоборот, пошло вниз Ага, значит мы понимаем, что эпидемия уже кончилась, завершилась И когда мы смотрим на историю, когда мы смотрим вообще на историю христианства Мы можем увидеть через цифры, через хронологию определенную тенденцию Определенную библейскую тенденцию, определенные какие-то учения Которые влияли на определенные массы народов, на определенные христианские динаминации И это приводило к таким последствиям То есть мы иногда говорим о следствии То есть это погромы, мы говорим о шоа, катастрофе Мы говорим об изгнании Это следствие причины То есть была причина, из-за чего все вот это началось Итак, смотрите, с чего же мы начнем Я хочу вам сказать хорошую новость Антисемитизм, вообще-то это не христианское изобретение Антисемитизм это языческое изобретение, которое вошло в христианство И, к сожалению, очень прочно укоренилось в нем Знаете, когда мы посмотрим вообще на историю церкви Мы все время порой забываем важный момент Мы забываем, что первоапостольская церковь Ну, та церковь, к которой хотят вообще-то стремиться Вся церковь, они хотят быть такими, как Знаете, эталон есть такое понятие, эталон Мы хотим быть как первоапостольская церковь Мы хотим, чтобы, ну, вот слово еврейское почему-то опускается В основном идет, это истинные верующие В основном идет, это люди, наполненные Духом Святым В основном идет, это люди, которые пошли за Господом Ну, понимаете, да, вот такие хорошие, такие красивые тенденции Но мы забываем первое очень важное правило Первая апостольская церковь, она была еврейской И самая главная вина Ишуа Да, мы знаем, что Он спаситель всего человечества Это действительно истина Да, мы знаем, что Он искупитель, да Это тоже истина Но вы знаете еще один интересный момент Его вина на кресте На кресте не было написано Иисус Христос спаситель мира Там не написано было Иисус Христос искупитель И написано вина, какая? Ишуа Гамашиях, Мелах Исраиль Иисус Христос спаситель Спаситель? Царь Израиля Царь Израиля И Бог, и мы читаем в Писании, что когда Ишуа пришел Он разговаривал со своими учениками Он говорил, не наипаче надо идти к моим овцам Овцам дома Израилева И когда мы открываем книгу, например, Еремей 31 глава 31 стих Очень неудобное место Почему? Потому что оно говорит о Новом Завете И там говорится И заключу я со всем миром Новый Завет Я жду реакцию Нету реакции Потому что написано не со всем миром Там написано с домом Израиля и домом Иуды То есть есть четкое определение Израиль и дом Иуды И написано Не тот Завет, который был заключен раньше Тот они нарушили Но этот Завет, это будет что? Он будет записан в сердцах И закон будет вложен в сердца И вот что происходит дальше А что же с языческими народами? Языческие народы становятся сонаследниками этого Завета По вере в еврейского мессию царя Израиля Они присоединяются к этому Завету через веру Они становятся частью То, что говорил сейчас Олег Станиславович О том, что из двух Один Новый Человек И в буквальном переводе Одно Новое Человечество Одно Новое Человечество Вишуа Бог хочет возродить Но оно состоит из двух составных И эти два составных нельзя убрать И что же делает дьявол? Дьявол, он приходит И он как бы Он отец лжи И язычество, которое было Гностицизм Гностицизм, вы знаете Это знание То есть это философия Это определенные какие-то вермания Которые пытались объяснить Какие-то вещи, которые хотели И они попытались объяснить Скажем, природу Бога Что произошло в этом момент Неевреи входят в христианскую церковь Это уже после Иерусалимского собора Вы помните, да, Первый Иерусалимский собор Какая самая главная Один из основных посылов Иерусалимского собора? Что делать с неевреями? Могут ли неевреи верить Еврейского мессию И становиться частью Божьих обытований И при этом что? Оставаться Ну, скажем И теми народами Тем этносом Из которых они были призваны То есть И они решили Не надо обрезывать Не надо ничего делать такого Они делают определенные Есть заповеди Которые они должны исполнять И веровать Правильно, да? Но что произошло потом? Неевреи стали входить в церковь В общину Божью Церковь, Экклессия, Кехела То есть Называйте, как вам хочется Мессианскую общину И языческая, нееврейская составная Начала расти То есть Количественно, да? Количественно Начало увеличиваться Стало очень Ну, неевреев Стало доминировать И очень многие учения Начали входить Через этих людей в церковь И я буду некоторые моменты зачитывать И, ну, давайте, например Смотрите Спецификой Вот я хочу, чтобы вы поняли В то время не было понятия антисемитизм Слово антисемитизм Это, как говорил уже Олег Станиславович Это изобретение нашего времени, да? В то время Это явление называлось Юдафобия Ненависть к евреям Юдафобия И получается Юдафобия Она выражалась Я уже говорю, что это не христианское изобретение Это изобретение языческого мира И она, конечно, выражалась В чем? Самое главное обвинение этого Скажем, явления Было обвинение евреев В чем? В богоубийстве Помните? Евреи, что Христа распяли Это они распяли Христа И мы смотрим дальше И мы видим, что они говорят Ну, вот даже разговоры Я имею в виду И общение с некоторыми людьми Они мне говорят Ну, послушай Ну, хорошие верующие, кстати Хорошие верующие Искренние верующие Они говорят Ну, послушай, евреи сами виноваты Я говорю, почему? Ну, как почему? Они же сказали Кровь его на нас и на наших детях Они же сами себя прокляли Они же сами на себя навлекли Вот эту проблему антисемитизма И христиане всего лишь инструмент в Божьих руках Мы не виноваты Они сами виноваты А мы всего лишь делаем то, что мы должны делать И вот этот момент, что они убили Христа Они убили Бога Тянется еще во времена Те уже первоапостольские времена Когда уже церковь стала постепенно нееврейской То есть большинство неевреев Вошло в оноеврейской церкви И что происходит? Обвиняют в этом Забывая, что есть определенные библейские темы Я хотел всегда спрашиваю Скажите, пожалуйста Чей кровью омыты вы? Кровью Христа И для нас это получается благословение А для евреев это проклятие И для нас проклятие Или для нас благословение? Его кровью очищаются грехи Мы поем песни Кровь Христа омела меня Кровь Христа освободила меня А евреев прокляла Прокляла То есть вот такая странная Субстанция кровь Христа Но на самом деле мы знаем Что без пролития крови нет прощения И мы понимаем, что то, что произошло на Голгофе Это был ад искупления И евреи, те, которые стояли возле И кричали Это заявление Они Может быть, скажем, два есть аспекта Первый Это пророческий Они не знали, что этим самым Они говорят, что придет спасение на Израиль И еще его кровь покроет Весь Израиль Как писал апостол Павел Рабешауль Весь Израиль спасется И есть второй момент Который не менее важный Это была маленькая группа людей Это была небольшая группа людей По сравнению со всем народом Это то же самое, что мы возьмем сейчас Обвиним всех греков В смерти Сократа Сократа Потому что обвинение в богоубийстве Иешуа Вообще в богоубийстве Тянется на протяжении всей истории И из него изливается вот это последствие Из него изливаются погромы Изгнания Из него выливается вот эта вся нечистота И вот смотрите Иоанн Златоуст Почему Златоуст? Уста золотые То, что говорили То, что он говорил Оно как золото Это учитель церкви Это действительно уважаемый Многими верующими людьми Что он пишет? У него есть ряд проповедей Восемь проповедей Называются против иудеев Что он пишет? Смотрите А иудеи ничего этого во сне не видят Так и живут для чрева Прилепились к настоящему И по своей похотливости И чрезмерной жадности Нисколько не лучше свиней и козлов Только и знают Что есть допить Драться из-за плюсунов Резаться за наездников Это ли мне скажете Заслуживает почтение и страх И чуть-чуть раньше он говорит Что наша церковь Это прекрасное место Где люди получают спасение А синагога Это место Где идет разврат Это место блуда Это место Где творятся всякие беззакония И мы посмотрим дальше И если мы посмотрим вообще На всю историю церкви Мы увидим Что вот эта тенденция Ненависти к евреям Она проходит через Вот прямо вот такой красной нитью Мне говорят Могут ли христиане Истинные искренние христиане Быть верующими Быть антисемитами И Писание говорит Что Ешуа сам предупреждал Что многие Да, это относилось к ученикам Но мы можем поставить Параллельно и к еврейскому народу Что многие из людей Кто гнал вас Они будут думать Что они угождают Богу Многие из людей Которые гнали Израиль Как когда-то апостол Павел Гнал первую апостольскую церковь Искренне были уверены в том Что они делают Божью работу И смотрите Сейчас, секундочку Я зачитаю Некоторые Некоторые Изречения Просто Нужно понимать Что Смотрите Киприан Карфагенский Собрал библейские свидетельства Для использования И в дискуссиях с евреем Возможно, что образцом ему Послужило аналогичное собрание Составленное во втором веке На греческом веке То есть Что он пишет Он пишет Что все христиане Которые имеют общение с евреями Они являются Они находятся в проклятии Потому что народ проклят И если ты общаешься с нечистым Ты становишься кем? Нечистым Поэтому написано Удалить нечистоту из среды своей И он советует Не подходите к ним Не приближайтесь к ним Отвергните все еврейские праздники Все еврейские писания Мне просто интересно было Как можно было Отвергнуть еврейские писания Хотя в то время Старый Завет Это был практически Книга Богослужебная книга церкви И вот он призывает И он уже делает шаг Он говорит Изгоните их из среды своей Чтобы не поддаваться с облазну То есть получается история в чем Получается история в чем Получается история в том Что уже на теологическом основании Церковь была подготовлена к тому Что евреи являются народом второго сорта То есть евреи это уже не народ божий А уже оставленный в стороне Почему? Потому что они уже Да мы говорили Убили Христа И они отвергли Христа И поэтому они отвергнуты Богом Поэтому они уже не народ божий А теперь мы народ божий Потому что мы приняли Христа И стали народом божьим И потом произошло Дошло до того Что в 300 Когда уже Помните да Константин Великий Константин Которого называют Отцом церкви Собрал Никейский Он вообще-то принял христианство Да 325 год Никейский собор Да Но перед этим он еще издал Такой небольшой указ Который По которому всех евреев Иудеев Изгнали из Рима Антииудейский указ Почему? Потому что Язычники Глядя на жизнь евреев Начинали Приходить к евреям И говорить Сделайте что-нибудь с нашей жизнью Мы хотим быть такими как вы И он просто взял И выгнал всех евреев Ну и христиан заодно То есть потому что Христианство в то время Считалось еврейской сектой И вот Получается что Константин В результате политической борьбы Он увидел на небе вроде бы крест Услышал Что этим знаком Ты спасешься И победишь И он Принимает христианство И ошибочно приписывают Что он сделал христианство Религии Римской империи Нет Он просто отдал Разрешение христианам Открыто исповедовать Эту веру Потому что до этого Это были эпохи мученичества Когда христиан Убивали за веру Гнали И вот Понимаете да То есть такое тяжелое время И вот получается Что император Константин Уже Уже принимает христианство И его Так скажем Помощники Те кто его В отставляет вере Ну епископ Валентин Был такой Валентин Епископ Он Очень четко Открыто Был настроен Антиеврейский И он говорил В том плане Знаете что Иерусалим был отвергнут И теперь Рим Это новый Иерусалим И теперь Уже мы Стали народом Божьим И он Он возжигал Вот эту ненависть К Константину И уже дальше Когда уже Валентин умер У него еще там Уже другие были Епископа Которые Придерживались Этого Причем я хочу заметить Что восточная церковь Она была настроена Наставлена на Пророк На апостолах Которые Придерживались Еврейской стороны Точки зрения А вот западная церковь Со стороны Римской империи Она была Настроена Антииудейски Антиеврейски И вот победила Опять же Позиция Вот этой Восточной церкви В 325 году Когда Константин Собрал Никейский собор Там было два Основных таких направления Кто учился Вы помните Мы разбирали Это первое Это Боже Арианская ересь Ну свидетели Иегову Что Иисус Он рожденный Ну не вечно Живущий Вечно Прибывающий Ну вечный А второй момент Очень интересный Это было что Пасхальное противоречие Когда праздновать Пасху По еврейской традиции Или по восточной традиции Потому что они уже Переменили день И начали праздновать Его в воскресенье В определенный день Когда у евреев Это ну праздник сам Он двигался Переходил из стороны В сторону Ну как Это лунный календарь И даты менялись Вы понимаете И не всегда выпадал день Например на римский календарь И поэтому Константин Чтобы как бы остановить Вот это ображение И шатание Постановил Пасху праздновану Вот тогда А всех тех Кто будет праздновать По еврейской традиции Что мы с ними сделаем Правильно И он был первым Начинателем Активного Антисемитизма Вот именно Действия антисемитизма Именно он Издал указ В котором он Разрешил Противников Ортодоксальной Ортодоксии Вот этой Установленной Скажем Церковной политики Предавать смерти И как результат В течение Войн Помните Потом была Западная и Восточная Римская империя В результате войн Восточная Церковь Она перестала Существовать Потому что Уже христиане Которые это Они просто приходили И вырезали Восточную церковь И с тем самым Уходило понимание Еврейства И понимание Роли Еврейства В церкви Вы понимаете Итак Смотрите Я хочу вам Зачитать Одного Молодого Человека Который Это Современник Но Вы должны Услышать Очень важный Посыл Представьте Что окружающие Вас люди Постоянно Говорят С величайшим Презрением О вашем Отце И матери И имеют По отношению К ним лишь Унижающие Ругательства И сарказмы Каково бы Было Ваше чувство Но Именно это Происходит С Господом Иисусом Христом Забывают Или не хотят Знать Что наш Бог Ставший Человеком Еврей Еврей По преимуществу По природе Что Мать его Еврей Как цветок Еврейской Расы Что Апостолы Были Евреи Так же Как и Пророки Наконец Что Наша Священная Литургия Подчеркнута Из еврейских Книг Ну как Ну как Тогда Выразить Чудовищность Оскорбление И кончунство Которое Представляет Собой Унижение Еврейской Расы То есть Что происходит Ирина Уже Я буду Просто Переходить Из эпохи В эпоху Скажем И Уже Наступает Момент Что Константин Дает Скажем Добро На уничтожение Евреев И мы Видим Уже Римские Папы Которые Стали Как Епископы Рима Которые Потом Начали Называться Римскими Отцами Римскими Папами Они Говорят Был такой Ионакентий Третий И он Очень четко Заявляет Он Говорит Что Смотрите Он Говорит О том Что О чем Он Говорит Хотя Евреи Против Которых Взывает Кровь Иисуса Христа И не Следует Убивать Чтобы Христиане Не забыли Божественный Закон Тем не менее Они должны Оставаться Странниками На этой Земле До тех Пор Пока На их Лицах Не появится Выражение Стыда Для Бабы Постоянное Уничижение Этих Людей Распявших Христа Господа Были Свидетельством Истинной Истинности Христианской Веры То есть Церковь Вошла Такая Догма Что Издевательство Унижение Евреев Это Подтверждение Истинности Божьей Милости Потому что Помните Да Есть Писание Что Видели Какое Унижение С теми Кто За Христа И чтобы Противопоставить Против Христа Да Вот Если Ты С Христом Ты В Благословении Если Ты Против Христа Ты В Проклятии И Если Ты Против Христа Тебя Гонит А Если Ты За Христа Ну Ты Кто У Императора Константина Понимаете Да И мы Смотрим Что Из Церковь И Политика Церковь И Государство Это Мы Сегодня Делим Церковь Политика Религия В То Время Это Было Одно Понятие Люди Жили В Этим Не Было Разделения На Политику Церковь Не Было Разделения На Гуманизм Светкость Все Было Одно Целое Люди Верили Их Действие Их Вера Выражала То Что Они Делали И Если Мы Посмотрим На Отцов Церкви Мы Видим Что Они Были Заражены Вот Этим Антисемитизмом Понятно Что Они Издавали Определенные Указы Законы И Это Влияло На Что На Церковь И Мы Видим Что В Противовес Христианство Поднимается Что Мусульманство И Начинается Мусульмане Они Захватывают Определенные Территории Которые Были Когда-то Христианскими Иерусалим Захвачен Мусульманами И Начинается Эпоха Так Называемая Крестовых Походов Да Тысяча Тысяча Девятьсот Тысяча Девяносто Восьмой Год Даже Раньше Почему Потому Что Если Мы Посмотрим На Историю То Я Говорю О Цифрах Я Хочу Просто Зачитать Несколько Цифр Итак 1066 Год Убийство Четырех Тысяч Евреев В Испании Перед Первым Крестовым Походом 1096 Год Перед Первым Крестовым Походом Под Переводительством Графа Фон Лейгена В городе Вормс Гельден Керпен Везель Нойс Мойер Грефенброих Кассатен Бонн Кельн Альтарна Майн Шпайер Триер И других Было Убито Более 120 Тысяч Евреев Крестоносцы Убивают Всех Евреев Праги 1096 Год То есть Получается Крестовый Поход Он был Призван Освободить Освободить Иерусалим От От Неверующих Скажем Неверных От Ислама Но По пути По пути Скажем В землю Обетованной Крестоносцы Удруг Увидели Что Тут Полно Достаточно Евреев И один из них Заявляет Мы нашли Врагов Христа Зачем нам Идти далеко Если мы Можем Исполнить Наш Священный Долг Прямо Здесь И начинается Массовая Резня И во многих Сучах Церковь Не то что Она Препятствует А во многих Сучах Она Поощряет Тогда Уже Родилась Такая поговорка Убей Еврея Спасешь Свою Душу То есть Я говорю О чем Я говорю О том Что есть Определенное Время И мы Должны Понимать Что это Было Мы Должны Увидеть Что Многие Христиане Которые Искренне Верили В Бога Были Обмануты Этой Обманом Этой Ложью Антисемитизмом И цифры Которые Мы Можем Видеть В статистике Они Говорят Об этом Они Говорят О том Что Люди Просто Были Уничтожаемы Идеология Вот Именно Идеология Которая Вошла В церковь Она Просто Разрушала Что Еще Я могу Вам Сказать Я могу Вам Сказать Что Можно Продолжать Эту Историю Говорить О крестовых Походах Можно Рассказать Как Сжигали Иерусалим Как Евреев Загнали В Синагогу Это Было Около 12 Тысяч Человек И Когда Она Горела Вокруг Нех Шли С Хорувьями С Знаменами И пели Христос Мы Тебя Любим Ты Наш Господь Можно Говорить Об Испанской Инквизиции Потому Что Инквизиция Вначале Была Создана Не Для Того Чтобы Искать Иноколомыслящих Это Была Форма Слежки За Евреями Которые Обратились В Христианство В Испании То Есть Это Был Определенный Орден Для Того Чтобы Смотреть Евреи Которые Обратились Христианство Христиане Или Может Быть Они Притворились Потому Если Ты Не Хочешь Жить А Хочешь Оставаться Евреем То Ты Должен Умереть То Посмотрите Посмотрите Куда Я Не зря Начинал С первого Иерусалимского Собора На первом Иерусалимском Соборе Не Евреям Была Дана Свобода И Здесь В этом Случае Мы Видим К сожалению Такую Картину Мы Видим Картину Боли Смерти И Это К сожалению Является Ну Как писал Майкл Браун Вы читали Кто читал Эту книгу Наши руки Запятанной Крови Наши руки В крови И мы Должны Признавать Это И мы Должны Не забывать Это И мы Должны Помнить Об этом Потому Что К сожалению Есть причина И есть следствие И многие Проблемы Наших дней Это Является Следствие Причины Вот Сегодня Это следствие Причины Которая Была Когда-то Но Я хочу Перескочить Уже Через Время Так много Я хочу Просто Перескочить Через Определенный Исторический Аспект Мы видим Что Из Евреи Как народ В церкви Не принимались То есть Если ты Хотел Стать Христианином Ты должен Был Отвергнуть Все еврейское Ты должен Был Оставить Свою Еврейскую Жизнь Ты должен Был Подчиниться Определенным Законам Правилам И что И за тобой Еще будут Следить Всю твою Жизнь Чтобы ты Случайно Не ушел Обратно В еврейство То есть Уже твои дети Может быть Понимаете И родилось Такое слово Как выкрест Да Выкрест И многие И были Такие законы Которые запрещали Евреям Заниматься Определенными Работами То есть Уже на государственном Уровне Евреи Не могли Например Иметь Свою землю Они не могли Сажать Там Быть Фермерами Они не могли Делать Определенные Там Быть Ну скажем Купцами Почему Они могли Быть купцами Но когда Определенных Только Ну таких Чтобы не создавать Конкуренции Христианам Они могли Быть Ну Портными Они могли Быть Сапожниками Но только Так сказать Для своих Потому что Для Христиан У них Были Свои Портные Сапожники И вы понимаете То есть Ставились Определенные Рамки В которых Евреи Не могли Расти Ну например Были Такие вещи В которых Им разрешалось Быть Например Расточничество Они могли Быть Расставщиками Вот Евреям Было Можно А христианам Было Нельзя А евреям Можно Понимаете Да И поэтому В будущем Евреев обняли Они же Были Расставщиками Они же Оборвали Весь Обокрали Все Они же Деньги Имели А у них Выбора Не было Вот представьте Что у вас Есть только Один выбор Быть Расставщиком Или умереть С голоду И ваши дети Тоже умрут Конечно Вы Выберите Эту сторону И при этом Вы даете Деньги Вы помогаете А у вас Приходят И просто Потом Ну Вот например История крестового похода Ричард Львиное сердце Да Вот помните Айвенга Такой Ну Король Романтический король Он берет деньги Ну денег нет А ему надо Идти в поход Освобождать Иерусалим Это третий Уже крестовый поход Денег нет Он приходит К евреям В Великобритании Англии И говорит Дайте денег Ему собирают деньги Он берет эти деньги А потом говорит Пошли вон со страны Вон со страны Деньги я вам не отдам И выгнал всех евреев То есть разрушил все Что они жили Просто выгнал Деньги взял Выгнал Это еще в лучшем случае В Испании В другом случае Ставили так Или креститесь Или умрите Понимаете То есть мы видим Что антисемитизм Он имеет проявление Мы видим Что он имеет основание И он имеет проявление И дальше Мы видим Что Но есть очень хороший момент Когда верующие люди Когда верующие люди Начинали изучать Писание Когда верующие люди Начинали читать Библию когда они начинали искать близких отношений с Богом, для них начинает открываться Израиль, для них начинал открываться Божий народ. И многие из так называемых ересей, там, скажем, обельгойцы или катары, они, да, у них были какие-то еретические отношения с христианством, но отношение к Израилю у них было изменено, потому что они видели, что Божьи обетования никакие не приложены, и Израиль остается народом Божьим. И Игнатий Лойло, который является основателем ордена иезуитов, он открыто выступил, когда были гонения на евреев, обвинения, например, в кровавом навете, он открыто выступил и сказал, Израиль, народ Божий, они не могут просто использовать кровь, потому что это нарушение Божьих законов. За что, кстати, его кинули в тюрьму, где он побывал потом шесть раз, но все-таки Бог его, так сказать, вытащил оттуда. Хорошо. Итак, мы смотрим, я хочу подойти к времени реформации и нашим дням. Почему? Потому что на протяжении вот этих веков картина не менялась. Израиль был гонимым, Израиль был отвергнутым, что Израиль был непринятым, и, к сожалению, это было проклятие для церкви, это было проклятие для верующих в Ишуа Мессию, в еврейского Мессию. Сейчас, секундочку, я хочу дойти до реформации. Итак, скажите мне, что, когда мы говорим слово реформация, какое у нас первое имя в голове? Мартин Лютер. Его тезисы прибиты на церковном, да, омавоне, где он выразил свое недовольство церковной политике. Его перевод Библии, который он сделал на немецкий язык. Действительно, это великое дело, потому что он помог, он изменил вообще течение христианства. То есть мы сегодня являемся теми продуктом той деятельности, которую когда-то Мартин Лютер делал. Но, конечно, были до него и другие, Ян Гуз, да, были братья Уинклиф, да, были разные, скажем, этот, но вот именно Мартин Лютер. Мартин Лютер, человека, на которого многие, знаете, смотрят, как на второго Христа, простите, но, к сожалению, такое тоже бывает. Итак, мы видим Мартина Лютера, который был искренне ищущим Бога. Он искал Бога, он искал Его воли, он ушел в монахи, он стал монахом, он хотел найти Бога, но он видел вот то, что он видел. Он видел коррупцию, он видел, что народы, что люди пренебрегают божьими законами, он видел вот эту продажу индульгенций, которые не являлись. И вот он выражает свой протест. И, знаете, мы можем посмотреть даже на его работы. Например, его первая работа, одна из книг, памфлетов, она называлась «Иисус Христос был рожден евреем». И он пишет, если бы апостолы, которые также были евреями, обращались с нами, язычниками, так как мы, язычники, обращаемся с евреями, то из язычников никогда не получилось бы ни одного христианина. Ну, представьте, да, то, что я читал, что убивали, детей забирали, насильно крестили, изгоняли, забирали. Ну, кто хотел бы таким христианином стать? И он пишет, ибо наши глупцы, папы, епископы, софисты и монахи, большие осленные головы, до сего дня так обращались с евреями, что тот, кто хотел быть добропорядочным христианином, был почти вынужден стать евреем. А если бы я был евреем и наблюдал, как подобные оухи и тупицы правят и преподают христианскую веру, я скорее бы стал свиньей, нежели христианином. Это пишет Мартин Лютер. И он что делает? И он, конечно, вы помните, да, реформация, она зажигает целые страны. Но проходят годы, и он ожидает, что евреи обратятся к Христу. Но этого не происходит. И вы знаете, меняется политика у человека. И что он пишет? Он пишет книгу, которая перечеркивает для меня, например, многие вещи, которые он сотворил в хорошем понимании. Книга называется «О евреях и их лжи». И он пишет, что же нам, христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом евреями? Поскольку они живут среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаем их ложь и ругань и богохульство. Прежде всего, их синагоги и школы следует сжечь. А то, что не сгорит, нужно закопать и покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камня, ни оставшиеся на них золы. И это следует делать в честь нашего Господа и христианства для того, чтобы Бог мог увидеть, что мы христиане, и что мы не миримся и сознательно не терпим подобную публичную ложь, поношение и богохульные слова на сына и на христиан. Во-вторых, я советую сравнять с землей и разрушить их дома, ибо в них они преследуют те же цели, что и в синагогах. Вместо домов их можно расселить под крышей или в сарай, как цыган. В-третьих, я советую отобрать у них все молитвенники и талмуды, в которые они учат идолопоклонству, лжи, проклятию и богохульству. В-четвертых, я советую отныне запретить их раввинам учить под страхом смерти. В-пятых, я советую, чтобы евреи были лишены права на охранное свидетельство передвижений, пусть они остаются дома. В-шестых, я советую запретить им расточничество и забрать у них все наличные деньги, а также серебро и золото. Мартин Лютер. О евреях и их лжи. Хорошее такое сочинение, да? Отца того, кого называют отцом реформации. И как вы думаете, что мы говорили изначально, что христианство, антисемитизм, это не христианское изобретение. Но здесь мы видим, как в христианство, в теологию христианства входит вот этот яд, который отравляет, отравляет и отравляет церковь на протяжении следующих столетий, которые были уже после. Потому что, как следствие в будущем, например, мы видим, что в сентябре 1941 года, после расстрела 33 771 евреев в Бабьем Яру, лидеры протестантов, то есть в основном лютеране, в Германии, по собственной инициативе издали декларацию, объявлявшую невозможность спасения евреев путем их крещения из-за особой расовой конституции и возглагавшую ответственность за войну на этих прирожденных врагов Германии и всего мира. Поэтому необходимо принять самые суровые меры против евреев и выбросить их с немецкой земли. Вы видите, какая параллель идет из прошлого? Потому что учение было, такое была теология, она была заложена в основании христианского учения. Это не было послание Библии, это не было послание Нового Завета, это было послание церкви, церковного, какой-то церковной определенной догматики, догмы. Но это влияло на мышление целых народов, это побуждало их к действиям. И смотрите, это было не только в протестантизме, потому что если мы посмотрим, например, вот православное, незадолго до праздника Песа в 1942 году, один уважаемый раввин обратился к архиепископу Словакии с просьбой повлиять на Тису. Тису это был человек, который возглавлял в то время правительство, пронацистское правительство Словакии, на его бывшего личного секретаря. Да, раввин говорил только об огрозе депортации, архиепископ же решил просветить его насчет истинной судьбы, ожидавшей евреев. То есть раввин думал, что евреев просто выгонят, а архиепископ говорит, подожди, я тебе правду расскажу, что будет происходить. Это не просто депортация, там вы не умрете от голода и лишений, там они, немцы, убьют вас всех, старых и молодых, женщин и детей, всех в один день. Это наказание вам за смерть нашего спасителя. Вам остается только одна надежда, всем перейти в нашу религию. Тогда, может быть, я добьюсь отмены указа. Архиепископ. Лидеры протестантских церквей. И были рядовые верующие, которые спасали евреев. Православный священник Алексей Глагольев, Сергей Глагольев, его папа Алексей, он был тем, кто свидетельствовал на деле Бейлиса в Киеве на антисемитском таком процессе, когда евреев обвинили в употреблении крови, что они убили христианского мальчика Андрея Ющинского, чтобы использовать его кровь для ритуальных целей. Он был православный священник, который выступил против, и он сказал, вы лжете, и это неправда. И он, скажем, благодаря ему это обвинение было разрушено, потому что он представлял христианскую церковь, которая говорила, что невозможность таких вещей. Если мы посмотрим дальше, мы увидим этого его сына, который спасал еврейских друзей, просто евреев, которые не верили в Христа. Он прятал у себя их в доме, зная, что после вот этой бабьего яра они пришли к нему, просто люди оставшиеся выбрались из этих кучи трупов, и он прятал у себя их в доме, несмотря на то, что это грозило смертью ему и его дому. И если мы будем смотреть на все вот это, я хочу показать две стороны. Я хочу показать церковь, официальную большую имперскую церковь, обманутую ложью антисемитизма, которое вошло в теологию, в, скажем, в догматику вероучения. И хочу показать вторую сторону верующих людей, которые любили Бога, которые читали Писание, которые искали Бога, которые молились Господу, и они видели в Библии Израиль как народ Божий. И антисемитизм, яд антисемитизма, это проклятие, оно разрушалось Словом Божьим. Я хочу вспомнить Данию и Булгарию, и к этому, наверное, и уже будем завершать историческую какой-то момент церкви, потому что об этом можно говорить долго, потому что каждая историческая эпоха имеет определенные свои какие-то нюансы. Там их гнали, потому что они убили Христа, там их гнали, потому что они руки мыли во время черной чумы и не умирали. Во время, когда Европа вымирала от чумы, евреи не умирали, потому что они просто мыли руки после туалета. И все нормально, и поэтому они оставались живы, но их обвиняли в том, что они колдуны, их обвиняли в том, что они противники Богу, и то, что они оставались живы и ставили им в вину. И мы можем смотреть дальше, их начали обвинять в том, что они расставщики, что они обирают весь мир, хотя их самих поставили в такое положение, и при этом их безбожно ограбили. И мы можем посмотреть дальше и дальше. Помните, почему они не любили? Потому что он очень умный. За что, говорит, вы его бьете? Потому что он сильно умный, какой-то фильм был. Говорит, кого бьете? Еврея бьем. А что бьете? А умный сильно. профессора били просто профессор шоу его взяли ногами задать забили да и пошли дальше умный сильно умничает и посмотрим и вот и мы видим данию данию и мы видим болгарию что происходит в дании в дании во время холокоста погибло всего насколько я не я могу ошибаться по моему всего лишь 13 или 14 человек евреев в чем-то идея в тот момент когда евреев хотели уже ну как бы нацисты все-таки заняли данью решили они евреев депортировать в одну за две ночи они собрали всех своих евреев и перине и перевезли их на баркасах на лодках нейтральную швецию кого-то поймали небольшое количество там по моему до 300 или 400 человек и отправили в концлагерь и датское правительство выступила с нотой они добились того что этот пояс смерти вернули из-за свенцам и есть свидетельство что люди уже заходили в газовые камеры их оттуда выбер забирали их оттуда просто и умерла вот эти люди что умерли они просто от старости от болезни потому что они были старенькие вот эта депортация им ну очень и давайте пас теперь посмотрим на данию что скажем как хорошо жить в дании даже в европе признают что в дании жить хорошо да не жить очень хорошо почему может быть вопросы кроется здесь что благословляющих тебя я благословлю благословляющий мой народ я благословлю говорит бог и мы посмотрим дальше на болгарию и в болгарии была похожая ситуация и но эта история давида циона раввина София но идея в том что он пришел к архиепископу болгарии и говорит подойди к царю борису борис 1 попроси его чтобы он помог нам потому что нас посылает на верную смерть и знаете что произошло православный архиепископ епископ он батюшка я не знаю как это называется глава синода вот это главный самый главный православный болгарии приходит к царю и говорит такой это легенда говорят что это легенда но есть за ну что он сказал так если ты отправишь евреи в болгарии лагеря смерти все православные священники пойдут впереди и уедут вместе с ними мы все вместе отправимся с нашими братьями евреями умирать вот такая была история и царь борис отменил не разрешил не далось добро на депортацию и практически все болгарские евреи они были сохранены то есть они не были уничтожены в лагерях смерти это две страны болгария и дания и самое интересное что это влияние христианской церкви в болгарии православной церкви в дании лютеранской церкви они все выходили за то чтобы остановить это уничтожение евреев и как результат сегодня мы видим результат и сегодня к наше время к сожалению вот это анти еврейская ну знаете из такой новый теме анти 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 сионизм анти израильской оппозиции она остается церкви многие говорят мы не антисемиты мы любим арабов мы любим евреев но не разрешу не отдают евреям право на оставаться евреями и например верить в ешуа это тоже своя своего рода антисемитизм или не проповедовать евреям ешуа это тоже одна из форм антисемитизма почему потому что зная путь спасения ты не даешь другим людям войти в это спасение и церковь к сожалению еще и очень много вот этого вот это то что я говорил изначально вот этой анти еврейской и анти израильской теологии остается в учении церкви многие и многие люди которые еще не так ну разбираются в этом они просто воспринимает это на веру они воспринимают что так и должно быть помните да нету не иудеи нету и елена все нормально нету евреев и нету не евреев по хорошо хорошо я спрашиваю как не хорошо ну хорошо мне говорят а я говорю а там же нету и женского и мужского пола то что будем вместе ходить в баню париться они верят нет мы не то имели ввиду а я имею ту вы берете местописание вырываете его из контекста и вы хотите ваши желания вы выдаете за ваша ну действительность и ваше желание вы выдаете за то что так написано и к сожалению сегодня церковь она нуждается тоже в этом освещение очищение невежество знаете есть такое слово невежество народ гибнет потому что нету от недостатка ведения народ гибнет потому что есть невежество люди не понимают люди не знают люди не хотят смотреть на свою историю люди не хотят изучать писание они хотят чтобы было так как удобно знаете я буду верить потому что я хочу если ты мне дашь если ты дашь мне хорошую жизнь если ты дашь мне победу если ты дашь мне исцеление я буду верить в тебя а бог говорит нет и истинная вера я верю что я буду верить несмотря ни на что даже если моей жизни будет трудности даже если будут испытания даже если будут опасности я буду продолжать верить потому что твоя вера она уже совершенно и завершая оставили эту точку я хочу сказать что это борьба это антисемитизм в церкви он продолжается и есть церковный антисемитизм есть бытовой антисемитизм который вокруг нас просто колыхается есть определенные есть национальный там скажем мусульманский антисемитизм да когда израиль объявляется врагом и против него идут все существует множество форм проявлений антисемитизма но самое главное самая корневая точка это отрицание истинности бога бога который говорит свое слово бога который утверждает что израиль был есть и останется его народом мило милость 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 господа над нами милость на народ твой Израиль милость и на весь и рушала им милость 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 мы 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 Продолжение следует...